мир вашему дому всем доброго здоровья в детстве я очень любил тыквенную кашу собственно люблю и сейчас и дети мои тоже любят поэтому мы сегодня покажем как мы делаем тыквенную кашу вот достал такую тыковку сейчас все разрежем ну и собственно все по порядочку и кстати у нас на улице наступила весна у всех осень у нас весна сейчас мы разрежем на половинку потому что нам такой большой объем ну реально много вот вот так вот эту половину вот и нам вот этой хватит а это будет на следующий раз господи благослови нарезали тыкву значит одним из обязательных условиях является приготовки тыквы то что вот эти кожурки нужно отдать козам а ну если нету косту тогда это не обязательно я забыл в общем сюда налил литр воды кружечку риса приготовил вот не знаю какая-то кружечка мирно тут грамм может быть 200 300 все порезали тыкву получилось весьма много хорошо семья большая нормально она еще варится а значит сейчас когда закипит будем высыпать туда рис это рис вот это остаток вторая половина тыквы я не хотел ее хотел ее убрать точнее заставили меня сказали давай чистить до конца нарезай и прячь в холодильник потому что потом сразу готовы было просто холодильник и место не почистить еще из второй половинки тыквы сразу порезал вот мы приготовили считай на на один раз две порции уберем в морозилку здесь у нас я помешивал уже уже готова к тому чтобы выливать молочко сейчас сюда молочко тоже где-то литр наверное да просто на глаз литр еще можно лишь отнесли им кожурка не на молоко вот такое у нас сотрудничество все мешаем мы ждем обязательно добавляем ложечку соли все по вкусу если будет мало и потом еще добавлю сахар это вообще тоже обязательно сахара 3 ложечки по моему уже все приготовилось помешал ну немножко молока тут конечно переборщил жидковато получилось ну каждый в принципе все быстро за стол ну все бог благословить хлебушек берите конечно колбаса то своя берите сюда вот еще масло добавили с маслочком можно со сметанкой мы как-то с маслочком любим